Магистральный газопровод «Сила Сибири» сегодня проходит пусконаладочные испытания. Газопровод является ключевым проектом государственной восточной газовой программы. «Сила Сибири» будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. «Газпром Трансгаз Томс», которому предстоит эксплуатировать магистральный газопровод, в рамках благотворительной деятельности строят современные детские спортивные площадки в регионах. Подробности репортажа Елена Нечаевой. Сюда на физкультуру и после уроков приходят ученики двух школ небольшого города Алдан в Южной Якутии. Еще год назад на этом месте был полуразрушенный корт, небезопасный для игр. Теперь же, когда для тренировок созданы все условия, у этих ребят появился шанс стать звездами большого футбола или баскетбола. «Газпром Трансгаз Томск принял решение помочь распонсировать постройку детских площадок. В период с 2015 года было построено порядка 20 детских площадок в разных районах города». Вот одна из них. Эту площадку для дошколят построили два года назад. И она сразу стала центром притяжения для молодых семей и их детей из целого микрорайона. «Все сделали очень быстро, качественно. Много детей стало приходить с разных дворов, играть сюда. Весело, детский смех. Все, что нам нужно». Компания «Газпром Трансгаз Томск» сегодня активно помогает учебным заведениям на востоке России. Покупает школьные автобусы и современные оборудования для пищеблоков и компьютерных классов, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты. Помощь также получают коренные малочисленные народы Севера, например, и Венки, жители уникального села Иенгра. «Оказали помощь при проведении Дня оленевода в марте месяца текущего года. Также наше предприятие оказывает помощь району по строительству детских площадок. В том числе и село Иенгра попало в данный проект». С вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» также связана газификация малых городов и сел Якутии, Иркутской и Амурской областей. «В начале 20-х годов уже, мы надеемся, по крайней мере, что газ придет в жилые дома, на наши котельные». С учетом интересов местных жителей выстраивается и кадровая политика предприятия. Молодым специалистам из числа местного населения компания предложила больше 80% всех вакансий в новых подразделениях. Трудоустроены уже сотни человек. До конца года работа получат еще десятки местных жителей. Елена Нечаева, Андрей Никифоров, Вести, Томск.